Вечер добрый! Сегодня, напомню, пятница. На всякий случай напоминаю об этом, мало ли вдруг вы потерялись в датах календарных. Последний день рабочей недели, как обычно, на своем радио, с понедельника по пятницу включительно, с восьми до десяти вечера в программе «Живые» появляются живые люди, живые музыканты, играющие замечательную музыку, с которой мы вас с радостью знакомим. Традиция у нас сложившаяся, мы ее никак не меняем. Сначала играется первая песня, после чего, конечно, я вас ознакомлю с ребятами поименно. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночь пришла, по снегам закопалась, и янква горит. Моя звезда, и дрожит вся. Прочь пора, опять в громежной тьме, плыть сквозь непонимание. Не умирай, вера, в холодных руках зимы, в сердце и мозгах, дыра без тебя. Не умирай, вера, в застенках души тюрьмы в моих глазах. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Мечты под нож, себя хотя бы часть им не отдать. Пытаюсь я, живу в ожидании. И ты уйдешь, я останусь, и не буду понимать, зачем дышу. Прошу, ты нужна мне! Не умирай, вера, в холодных руках зимы, в сердце и мозгах, дыра без тебя. Не умирай, вера, в застенках души тюрьмы в моих глазах. В моих глазах. И каждый раз ты в клетке пьешься, и не знаешь, Сколько еще тебе придется стать сильней раз. Когда лишь боль не грамма смысла, и нет края этой смы. Прошу, держись, не забывай, у тебя есть мы, вера, В холодных руках зимы, в сердце и мозгах. У тебя есть мы, вера, В застенках души тюрьмы в наших глазах. В наших глазах. Во всех глазах. Во всех глазах. Во всех глазах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, вот, собственно, музыкальная заявочка удалась. Далее будем знакомиться с коллективом. Их всего три человека, как это ни странно бы прозвучало. Если вы не видите трансляцию, это вас действительно должно удивить, потому что такой плотный, живой, настоящий, крутой звук извлекают всего три человека. Никита Залётов, вокал, компьютер. Добрый вечер. Микрофон к себе поверни, не стесняйся. Александр Салдунов, гитара. Яу-яу-яу. Причём семиструнная гитара, между прочим. Редкий случай, когда электрогитара с семью струнами. Ну и в собственном домике ударник производства, барабанщик коллектива. Да, всем привет. Вот, собственно, это и есть группа под названием «Юность внутри». А раньше они назывались «СВСМ». Интересно сразу спросить, почему поменяли название? Ну, мы подошли просто к какому-то новому этапу, мы так думаем. То есть повзрослели. Да, мы повзрослели, поэтому назвались «Юность внутри», потому что актуально. Ну и вообще у меня такое ощущение, что «СВСМ», до этого синдром независимости смерти моментального. До этого мы ещё два года существовали под названием «Назерлайф». И получилось так, что это был детский сад, потом школа, потом институт с практикой. А сейчас мы вступили в взрослую жизнь и, кажется, уже готовы ко всему. И поэтому решили обозначить так вот наш новый этап жизни. То есть у вас «Юность» всё время внутри, но вы уже повзрослели. Да, и мы хотим эту «Юность» сохранить, поэтому вот всячески прибегаем к магическим всяким действиям. Как-то переименование коллектива, например. Ну, группа-то существует, на секундочку, с какого года? С седьмого? Ну, «СВСМ», да, с седьмого года. До этого было ещё два года такой DIY. С седьмого года поменяли название вы в прошлом году. В октябре 2014-го. Ну, в прошлом году. Соответственно, семь лет. Ещё через семь лет, я так думаю, году в 21-м, название снова может смениться. Ну, я надеюсь, просто когда мы станем звёздами, и не надо будет себя гуглить, то мы просто отбросим слово внутри и станем просто группой «Юность». Если мы друг до друга так и называем. Тогда нужно будет приставочку «Виа» сделать. «Виа-Юность», так по-советски хорошо. Это, кстати, я не против. Мне нравится такая эстетика. Вокальный инструментальный ансамбль «Юность». Почему нет? По-моему, звучит замечательно. Как называлось первое произведение вашего вокального инструментального ансамбла? Была песня про Веру. Так она называется про Веру? Нет, вообще Вера. Вот это важно. Мало ли, вдруг сегодня найдутся те, кто захочет вас качнуть откуда-нибудь. Как с нами связываться, друзья мои? Сообщаю вам. 46-47 – это короткий номер для смс-сообщений. Сначала, само собой, пишите свои, пробел, а дальше всё, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. В общем, делитесь всем, что накипело и налегло на душу. Группа ВКонтакте – это группа официальная от своего радио. Там давно уже лежит анонс. В анонсе группа «Юность внутри» выделена синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую, оказывайте у них в сообществе, и получаетесь информацию о передвижении групп, о их концертах, может быть, дисках новых. В первую очередь это тоже важно. Между прочим, вы можете видеть всё, что в этой студии происходит. Для этого зайдите на сайт своего радио, своерадио.фм. Сверху вы увидите плеер. Слева в плеере онлайн-аудио, чтобы слушать. Справа онлайн-видео, чтобы смотреть. Кликнули, и вот вам счастье. Вы в картинке. Спасибо «Планете.ру» за эту возможность. Там же тоже есть, между прочим, чат, в котором также можно что-либо писать. Всё, что касается «Коннекта». Я вам рассказал теперь два сообщения. Вот, например, от Регины Амари. Так, видимо, ставится ударение. Долгожданный эфир, пишет она. Прошлый выпуск, когда ещё именовались СВСМ, был великолепным. Надеюсь на новые песни. Кстати, первая песня, которую вы успели, она и была новая. Вполне себе новая, да. Вполне себе. Сколько времени-то ей? Ну, я её написал полтора года назад, потом её делал полгода, и в октябре как раз прошлого года мы её презентовали. Вот замечательно. Вот новая песня. Сергей Пантюшин пишет. Обещали весной вплотную заняться новым альбомом. А вот теперь группа уже на своём делу. Вывод, что есть явный успех в данном направлении. Так что с новым альбомом? Да этот новый альбом, он уже не новый давно. Мы его третий год делаем. У нас вышла официальная пластинка LP, но это лайв-альбом, который мы за один день на студии записали, за две недели свели. И там просто старые песни, которые мы не хотели полноценно над ними работать. А альбом, о котором мы ещё на прошлом эфире говорили, мы его до сих пор делаем. Там он сейчас готов где-то на 70-80%. Вы повзрослели не совсем. Только название сменить. Вот для этого и хватило взрослости. А чтобы альбом уже закончил. Не-не-не, наоборот, взрослый подход. То есть раньше мы лишь бы выпустить, и в какой-то момент мы говорили, всё, ладно, давайте выпускаем. Сейчас хочется довести до ума и сделать идеальный альбом. И как раз мы не торопимся. Мне кажется, взрослый подход. Ну, в общем, может быть, ты и прав. Кто знает, может быть, так и надо, действительно. Песен-то просто для ротации хотелось бы от вас получить. Запишите сразу, давайте знать. Ну, конечно. Стучитесь сразу. Я так сейчас скажу, что у нас, в принципе, ещё один будет лайв-альбом, который мы, в принципе, собираемся записать в ближайшее время. Так что... У нас миллион, на самом деле, альбомов в планах. Все как-то один и другой с наклёстом уже. У нас частично записаны сейчас пять альбомов. И один мы не можем дотелать. Посмотрите, какой будет бум, если вы выпустите бокс сразу. Все выпускают по альбому, а вы сразу пять альбомов такой. Сетбокс такой. Бабах, вот за все годы существования коллектива сразу выдаёт свою аудиторию. Конкурировать с группой «Феодок». Ну, нет, тебе, по-моему, семь сразу. Да. Есть куда расти. Ну, дотерпите тогда ещё парочку. Раз пять уже почти готовых, ещё два. Давайте петь дальше. Что это будет? Это будет песня про лестницу. Так и называется? Про лестницу? Она называется «Лестница». Ну, так ты давай название правильное и людям качать. Откуда? Традиционно, да. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня юность внутри. Погнали. Я построю огромную лестницу и страданий, обид и жестокости. Я воткну её в сердце вечностию и накрою все раны взрослостью. Я пойду по ступенькам прошлого. На подошвах несят следы мудрости. Каждый шаг — часть чего-то хорошего. Лишь на фоне ошибок юности. Лишь на фоне ошибок юности. Лишь на фоне ошибок юности. Я построю огромную лестницу и страданий, обид и жестокости. Я воткну её в сердце вечностию и накрою все раны взрослостью. Я пойду по ступенькам прошлого. На подошвах несят следы мудрости. Каждый шаг — часть чего-то хорошего. Лишь на фоне... Лишь на фоне ошибок юности. Лишь на фоне ошибок юности. Лаешь ошибок юности. Лишь на фоне ошибок юности. Ложием остел Стел Страшная мера Если вдруг подыкнусь на смелости Ухвачу из-за отъявила радости Посмеюсь за собой в своем верности Тем другом, что спасали от старости Я построю огромную лестницу Повернув свое сердце к прошлому И пойду, отвернувшись от вечности К детству искреннему и непошлому Страшная мера Что ты стоишь надо мной Страшная мера Что ты стоишь надо мной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уманообразное какое-то произведение получается Расскажите, кто это у вас там поет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там пойдет Известная, наверное, заслуженная Артистка России Евгения Смоленинова Поет замечательные романсы Я украл эту запись из интернета Поэтому расплачиваюсь Сейчас с ней Хожу регулярно на ее концерты Ну, она как минимум Как минимум этим довольна, скажи, пожалуйста Ну, я надеюсь Она, мне кажется, она не знает Не знает, что ты расплачиваешься Да Она думает, что мы не честные люди А мы честные Ну, звучит, я тебе скажу, это замечательно Неожиданно очень Потому как Помнится, из того, что было раньше Звучание стало жестче Звучание стало Ну, из того, что я слышу Звучание стало несколько более Как бы сказать, правильно Сейчас найти бы слово такое Стилизованное, что ли, даже гранж-гранжем Но электроника в вашем звучании В вашем исполнении Звучит как-то так по-европейски прям Очень круто, очень серьезно Мы переработали большую часть электроники Как раз она стала жестче, грязнее Так вот, ну, не знаю По-панковски стали звучать Но при этом более мощно Это правда Это правда В принципе, это то, что я и хотел сказать Молодец Ты меня понял верно Значит, мне вот что интересно На данный момент Если мы говорим о перемене названия Как говорят, что корабль Как назовешь, так он и поплывет От имени много чего зависит Я вот вдруг и подумал Может быть Ну, какой-то был, может быть, период застоя В СВСМ На самом деле, так и было Мы нисколько не жалеем, что поменяли Я боялся, что мы потеряем часть аудитории Она не вернется Вот А на самом деле Название, по-моему, счастливое У нас уже Ну, по сути, все вернулось А у нас Последний концерт с СВСМ Там пришло 20 человек Мы переименовались Пришло 40 На второй уже пришла сотня Вот И в сравнении со СВСМ все лучше Не лучше Теперь будет по 150, по 200 Расскажи только, когда концерты ближайшие Ну, мы сейчас Так как приближается лето Особо концертов не планируем Только вот куда позовут Поэтому у нас Ближайшее выступление будет 24 мая Фестиваль «Рассвет» В клубе А2 В Санкт-Петербурге Собственно, нас туда позвали Там группа «Ангел небес» Мы и две еще молодые группы «Эзима» и «Девять G» Вот, собственно, мы там играем А Больше, наверное, пока нигде Единственное, что у нас там Ну, есть какие-то предварительные договоренности С фестивалями С парочкой С какими? Ну, не хочу говорить Потому что еще пока это не точно Вот, если будет точно Мы скажем просто Ну, зачем говорить Если это может не быть Ну, надеюсь Просто на каких-то фестивалях поиграем Потому что с фестивалями У нас пока оно не очень хорошо Ну, в общем, это нормальное дело Когда у коллектива Поначалу не очень хорошо А потом как попрет, как попрет Как попрет, как попрет Я надеюсь, что эти два фестиваля О которых ты говоришь Это известный фестиваль Да, это известный фестиваль Да, говори Просто фестиваль это летом В основном проходит А у нас еще, по сути, лета не было После того, как переименовались Да Правильно Вот я же говорю Молодая группа С новым, так сказать, названием Новый кораблик Поэтому все будет Уверен в этом Вас не могут не заметить Это, мне кажется, совершенно несправедливо было бы Теперь, если мы говорим О поклонниках, как ты сказал Да, ты думал, что Может статься, что они исчезнут Но они же ведь вернулись назад Это вернулись те, кто был Или пришли новые Ну, это обычная Стандартная ротация Ну, на самом деле Какие-то новые появляются Но костяк он остался Есть люди, которые Так сказать, были недовольны Последними, допустим, двумя годами Развития СВСМ Им казалось, что мы Куда-то не в ту сторону повернули Вот они окончательно отвалились Ну, пришли на их место новые И, по сути, все движется, как движется Ну, и правильно На самом деле, рассчитывать на свою аудиторию Периодически, мне кажется, неправильно Потому что люди чаще всего Консервативны Привыкли к какому-то звучанию Определенному И ничего другого группе делать не дают Просто своими капризами Мешают развиваться Тема Копелев Так, судя по всему, ставится Ударение в этой фамилии Пишет вот, что Долгожданный эфир Всегда слушал Слушаю и надеюсь Слушать в дальнейшем Восхитительная группа Рад, что знаю их Ну, как тебе такие комплименты? Ну, безусловно, приятно Ну, кроме как приятного Что еще? Душу греет? Ну, да Или ты больше любишь, когда тебя критикуют? Я очень не люблю Когда меня критикуют люди Которые, так сказать Имеют какой-то статус Так сказать, ниже, чем мы То есть Какие-то музыканты опытные Мы к ним прислушиваемся А когда нам начинают слушателей критиковать И говорят, что нам делать Я это вот очень не люблю А когда нас хвалят Ну, безусловно, приятно Мы же до этого все и делаем Ну, в первую очередь для себя Но приятно, когда это находит отклик Смотри, какая интересная штука Вот вообще, да Комплиментарная часть Такая паскудная, заразная вещь Если критикуют те, кто не являются музыкантами Выше по статусу Это раздражает А если они же хвалят Это радует Конечно, потому что мы играем для этих слушателей Чтобы они слушали А не слушатели, понимаете А не критики Ладно, согласен с тобой Что-то им подходит, что-то нет Мы просто рады, что это подходит Достаточному количеству людей Но чтобы мы понимали, что мы не сумасшедшие какие-то Которые непонятно, что играют А вот что есть люди, которые думают так же, как мы Согласен, согласен Ты мне это не доказывай Я это все понимаю прекрасно Да я вселенной доказываю Михаил Сипко пишет Вообще, такие вопросы, в принципе, мне кажется, не очень корректны Я немножко перефразирую вопрос Ты знакома с творчеством группы «Психея»? Ну да, конечно Вот все Спасибо Кстати, кстати, группа «Психея» в скором времени появится в ротации своего радио Я готовлю сейчас большой пакет новых для эфира коллективов Совсем не новых Многие из них очень известны, как говорят, в узких кругах Да, имею в виду андеграунд Но «Психея» будет скоро в нашей ротации, в постоянном звучании А что дальше петь будем? Дальше будет песня «Кто мы?» А вот что ты сейчас не сказал про нас? Я как-то, знаете, в сию секунду мне не пришло в голову Я решил не мучить тебя Хорошо «Кто мы?» называется песня Группа «Юность внутри» здесь сегодня Как всегда, живой звук, программа «Живые» Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Кто мы в этом коротком отрезке Навсегда у скользающих дней В равнодушии звезд огней Где мы пленники тех мгновений Что нас грызут внутри Мир людьми горит Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому С кем мы прячемся от сомнений В холоде уличных фраз В толще безликих масс Кто мы в этом больном пространстве Где все может вмиг пропасть Теплится наша связь Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Лишь бы не быть пустым Лишь бы он не остыл Зачем мы Точки в бескрайнем поле Что она облюдает глаз Сомневаюсь, что в последний раз Сомневаюсь, что в первый раз Субтитры Алексею Дубровскому Ну вот, третья песня прозвучала Я думал, что первый раз мне показалось Во второй раз мне подумалось После второй песни Во время второй песни Что, видимо, показалось не зря Теперь могу сказать точно Мы виделись с вами, наверное, год назад Полтора Полтора года назад Когда вы еще были с ВСМ За эти полтора года Произошло, на мой взгляд, весьма Примечательное событие У нас на нашей российской сцене Появилась группа Серьезная группа «Юность внутри» Вы сильно выросли, братцы Я вам скажу И по звучанию, и по текстам И по глубинам, которые копаете Вот на самом деле Реально И мои слова сейчас Просто что-то называется С языка снял человек Вот буквально пару минут назад Написал Олег Скосырский Всем привет Когда услышал еще и свою с ВСМ Как-то вот не понравилось Даже передачу не дослушал Сейчас слушаю Пока все песни нравятся Очень отличная музыка Ну, отлично То есть за эти полтора года Произошел серьезный рост Что поспособствовало этому? Я вот хочу понять Что случилось в вашей жизни Настолько мощный скачок совершили вы Вот реально совершили Само собой, что ли, все так пошло? Не знаю Мне кажется Просто, ну, любое развитие Оно ступенчатое То есть ты запрыгиваешь На следующую ступень И дальше в какой-то момент Существуешь То есть В какой-то момент Ты просто осознаешь Все по-другому И это происходит резко Я не знаю, почему Но вот Может поэтому и переименовываемся Потому что я чувствую Вот эти все ступени У нас Я отлично помню Вот вплоть до дня Когда вот Просто стоя на сцене Я понимаю А мы стали другим И стали чувствовать То есть себя по-другому То есть сейчас мы репетируем По-другому Мы на студии Там каждую дорожку сверяем Как она будет звучать И это произошло Не потому что там кто-то сказал Просто в какой-то момент Мы перестали, знаете, куда-то гнаться Что-то пытаться успеть Что-то сделать Мы начали работать над музыкой Кайфовать с нее Наверное В этом и причина Я, честно говоря, не знаю Что случилось Ты зафиксировал момент Неожиданного скачка Как бы электронного Такого прыжка Но как это произошло Ты не понял Оно само собой случилось Да И никаких внешних Наверное Воздействий не было То есть какой-то вот Внутренний скачок Да Произошел Круто А кто электронные партии пишет? Я пишу Все? Да Целиком и полностью? Да Ну могу тебе сказать Это комплимент Нужно тебе большое ответить За это очень красно Вот реально классная партия Спасибо вам Они стали действительно жестче Стали гораздо плотнее И вот на данный момент Вот, например, Ольга Рескова пишет Услышала впервые В программе «Живые» Год назад Ну, видимо, уже полтора Очень рада, что познакомилась С этой группой Круто, когда вдруг нравится музыка Абсолютно не похожая На все то, что слушаешь обычно Это очень большой плюс Кто еще? Ну, психея есть, к примеру Да, играющая Ну, не совсем так Но где-то вот близко В этой стилистике Кто еще? Кто еще, в смысле, нам нравится? Кроме вас, да Играет вот в этой стилистике А, в этой стилистике Ну, сейчас есть группа Которая играет с электроникой Но мне кажется Очень мало групп Та же психея Она не делает на электронику ставку Знаете, она все равно играет Какой-то металл альтернативный Электронные ставки у нее есть Но они, грубо говоря Не правят баллом То есть у них нет моментов Когда начинает качать Одна электроника Это правда, да Ну, вот у них все равно гитарная Много групп, которые Экспериментируют с электроникой Мне не нравится Допустим, там, я не знаю Та же группа Курара Там группа Надя Помягче, да В плане вот такой вот Надя, ты можешь Жести, я не знаю Ну, вот опять же Там какие-то известные примеры брать Западный, там, та же Энтер Шикарь Это вполне конкретный стиль, да Пост-хардкор Вот этот, там, транс-кор Какие-то у них там пошли развития Но это все равно не то Я не знаю То есть, похоже, вы одни такие Вот так-то если Мы одни, может, даже Не в плане электроники А то, что у нас Просто такой еще Раздрай по стилям идет То есть мы не останавливаемся Ни на каком стиле И в Windows 3 мы ее называем Ну, постжанровой группой То есть нет смысла вообще копаться Что и как Мы не копаемся никогда Нет, я опять же Вселенной говорю Не вам У нас здесь реально Огромное нет То есть не прав Очень много групп И приходивших сюда тоже Кого можно назвать Постжанровой группой Которая играет Совершенно разную По жанровому, скажем Осмыслению музыку Но я-то имел в виду Как раз историю с электроникой Ты прав абсолютно Что в психе Действительно Они электронику используют Что называется Но не делают на нее ставку Та же Курара Они в электронном звучании Это тоже группа Из ротации своего радио Но они мягче Надя Это совсем мягкое звучание Хоть и электронное Можно сейчас вспомнить Тогда ину желанную Но это Фолк Ворд-мюзик, скажем Но вот в таком Гранжевом звучании Кто-нибудь может быть И слушать Или напомнить Я не знаю Мне в принципе нравится Очень Питерская группа Называется Шива Причем не который Захар Май У него раньше Там уже была группа Шива А есть отдельная Да, просто Ну, Шива И даже в ВКонтакте Весенний Там на втором полмесяце Группа Шива Если ввести Там вторая Или первая группа Вот Они тоже играют У них в основном Тяжеляка меньше Но он есть И тоже они экспериментируют С разного рода электроникой Поэтому они мне нравятся А так Много групп Которые умерли То есть Были такие группы Как Шумы Наши друзья Была харьковская группа Умбиликус Ну, кстати Я не знаю Гранжевая группа С электроникой Это адаптация пчел Например Есть такая Московская Ну, они еще потяжелее вас Ну, они гранжевые Там вот у них прямо Мяса нету Ну, тем не менее Я сейчас Я про тексты А, тексты Я не про звук Я не про звучание Они по текстам По текстам у них там Я их рассматривал маленько Да, некоторые Они как будто детские Но они совсем не детские Ну, в том и дело Да Я рассматривал их для ротации Долго-долго слушал Если сейчас они меня слышат Но хочу извиниться, видимо Пока в ротацию я их взять не могу Потому что, послушав пластинку Я понял, что мне очень хочется Пойти в окно Благо, не на высоком этаже Не на высоком этаже живем Поэтому я пока думаю На их счет Может быть, что-то появится Более светлое, что ли Для ротации Давайте петь Что это будет? Давайте это Я не могу сказать Песня про Потому что она Пока вообще без названия В плейлисте у меня записана Как ББ Как раз вот пример Такого грязного звучания Нового То есть у нее нет названия? Пока нет Не придумал Не пришло То есть совсем свежая вещь? Да Мы ее играли Пару раз на фестивалях И один раз на соннике Мы будем называть ее ББ? ББ Окей Как всегда, живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня «Юность внутри» Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не смотришь Да и глаза твои пустые Что ты помнишь Как вылетели с высоты? Погружайся глубже Все больше я понимаю Никому я не нужен Бесполезно сгораю Стучу из закрытой двери Но лишь открытые рты Со всех сторон налетели Глаза сверкают из темноты Сверкают из темноты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не смотришь Да и глаза твои пустые Что ты помнишь Что ты помнишь Как вылетели с высоты Осторожно Сжимаясь в пламени костра Невозможно Продержаться до утра Стой Стой Тебя внутри Никто не ждет Это просто сон В нем провалишься под лед Осторожно Стекая следствие Ножа Невозможно Не спрятаться Не спрятаться Не убежать Не спрятаться Не убежать Тебя следствие Тебя следствие Да Музыка чья Аранжировка Наша общая Так как Основа электроники Но электроника моя Соответственно Какая-то основная мелодия Тоже моя Потом с группой То есть ты наигрываешь На миди-клавиатуре Скажем так Показываешь ребятам А дальше уже Аранжировка происходит Да Что-то вроде того Понятно Но это тоже было важно Чтобы все понимали Откуда ноги растут Владислав Масликов пишет Всем добрый вечер Группы Буквально познакомился Месяц тому назад Сначала Скачал альбом Сразу зацепили Как никто другой Какая-то необычная Но в то же время Шикарная музыка В общем классная музыка Мне очень-очень нравится Особенно песня Деформации Надеюсь ее сегодня услышать Спасибо ребятам Процветания вам Я не знаю Насчет деформации Заявок никаких Обычная Да Если хотите сыграть Нет Нет Планировали Хорошо Будет Ну как бы да Если совпадают желания С нашими То это здорово Замечательно Значит Ольга пишет Вот что Слышал впервые Нет это уже было Это я уже читал Круто нравится музыка Люди понимают Какая штука вот интересная Если мы говорим О музыке Как о явлении Что-то может зацепить Неожиданно Причем неожиданно Даже для самого человека И такое бывает Знает человек про себя Что к примеру Любит музыку Нетяжелую Ну да Такую поп-року скажем И вдруг слышит что-то В вашем исполнении К примеру Неожиданно для себя Говорит вау Вот это надо же Зацепил ты меня Как Почему зацепило Человек не понимает Его просто цепануло Дальше он начинает Знакомиться с творчеством Обнаруживает для себя Еще 5-7-10 песен Которые ему нравятся Следующим шагом Естественно Поход на концерт А вот дальше уже Это как было Я рассказывал Как-то уже в одном Из эфиров Историю с группой Металлика Когда человек знал Всего две их песни Потому что именно Эти две песни Анфа Гиван Да баллады вот эти вот Крутятся И крутились на всех Радиостанциях И вот считал Что вот она Классная И наконец Решился пойти на концерт Дальше с человеком Случился вынос мозга Практически Случился у него С организмом Абсолютный Непонятный для него Выброс В общем Человека вынесли Под руки Потому что он не ожидал Что группа Металлика Играет то Что она играет на самом деле Это вот Беда Эфеморадиостанций В том и дело Там обычно Когда одна песня Крутится Которая вообще Не характеризует группу Ни разу В том и дело У нас как раз Подход несколько иной Я вообще не понимаю Ну скажи Я понимаю Что такое хит На мой взгляд Но почему хит Должен быть Во всех Когда все радиостанции Есть такой подход Скажем Я сейчас запутался Немножко в словах Вот какой подход Есть радиостанции Которые позволяют Себе брать в ротацию Песню Только после того Как она стала Популярной На других радиостанциях Ну то есть Проверенное музло И поэтому Песня становится Чем дальше Тем большим хитом Она отовсюду звучит Все ее теперь уже знают И так далее Но характеризует ли Эта песня Все творчество коллектива Вот в этом смысле Большой вопрос У нас подход Несколько иной Мне плевать Что скажут Другие радиостанции Мне плевать Что скажут В принципе Другие музыканты Я вижу в этой песне Что-то Меня что-то В этой песне торкает Тоже не понимаю Что иногда Я ее беру в ротацию Она звучит Но правда Не одну Надо чтобы у группы Было их хотя бы несколько Чтобы было понятно Что группа разноплановая Что она Не в одной Скажем Тональности играет А хотя бы в двух Отлично делают ребята У ребят были эксперименты С этническими инструментами Или звуками Спрашивает Михаил Сипко С этникой как-то так С живой этникой нет Экспериментировали Как раз С компьютерными Имитациями Этнических инструментов Но по-моему До сего дня Песни такие не дожили Но с другой стороны Песня лестница Почему не этника Вполне себе русская этника Ну в общем да Наверное да А вот если иметь В виду дальнейшие эксперименты То что звучит сейчас Вашим исполнением Мне лично я еще раз это скажу Потому что считаю важным Нравится несколько даже больше Чем то что было полтора года назад То есть рост очевиден На мой взгляд И очевидно Движение в некотором В несколько ином направлении А есть ли какие-то мысли На предмет того Как из этого потом Выкарабкиваться Дальше то куда Дудки добавить Духовые Ну у нас допустим Сейчас в планах Сделать акустическую программу С контрабасом Ух ты Ну и с новой электроникой Тоже ну совершенно другую А что такое Ваша песня с контрабасом Подожди Акустика Контрабас Мы хотим поиграть Квартирнички Летом будем этим заниматься Ну вот только Я сейчас На секундочку Попытаюсь Представить себе Как это может звучать С контрабасом Ну да Вполне Мы уже играли Пробовали уже Да И как Мне понравилось То есть Ты кайф поймал от этого Ну не такая конечно Песня как предыдущая Но вот Есть у нас Часть песен Которая вполне себе Ложится На эти инструменты Слушайте Это вообще круто было бы Жалко вы сегодня Этого не приготовили Вот интересно было бы Послушать как это звучит В вашем Правда Правда интересно В вашем исполнении Ну мы ехали на двухэтажном поезде Там знаете такие маленькие купе Туда просто бы не влез Контрабас Ну прям Можно сказать Ты Хочешь сказать что ты прям Хотел его взять Ага И за купе не взял Да ладно Перестань Ну как только будет Эта программа готова Покажете потом Ладно Правда очень любопытно Да конечно Любопытно услышать вас В таком исполнении Значит Крутой голос У нас в Могилеве Есть похожий Группа Невма Пишет Антон Лосякин Понятное дело Это человек Из Беларуси Вы знаете Я так часто получаю Какие-то сообщения О том что Похожая группа на нас Они вообще не похожи Я не знаю Ну как-то у людей Видимо ментально Что-то совпадает Какие-то эмоции Там еще что-то Ну вот в плане стиля Сто раз не прислали Похожая группа Я не вижу Ничего похожего Не знаю Ну кто-то У людей Свои ассоциации Ну мы найдем Послушаем Да возможно Если мы захотим Сыграть в Могилеве Может вместе с этой группой Там сыграем То есть вам об этой группе Уже говорили что ли Нет Я сейчас говорю Запомню Послушаю Группа Невма Латиней пишется Да я в комментариях Почитаю А ну в принципе Да действительно О тут же Владислав Мастиков пишет Антон Ну Невма Немножко другое Слушал я вашу группу Вот начинается Начинается Обсуждение Кстати хочу сказать Необходимо это сказать Спасибо большое Нашему звукорежиссеру Который делает всевозможное Чтобы звук сегодня был Как обычно Качественный Буквально Как с пластиночки Сергей Дебальский За звукорежиссерским пультом Спасибо Сереже большое Надо быть Чего-нибудь еще сообразить Да Следующая будет Песня про грусть Так Как называется Грусть Называется Малый барабан Я не знаю Грусть Так нет Подождите секундочку Название песни Грусть-грусть Хорошо Я просто посмотрел На малый барабан Как всегда Живой звук Программа Живые Юность внутри Здесь сегодня Пай Огнали Субтитры сделал DimaTorzok Рассказь мою грусть Словами, что камнем Легли на дно Тебе все равно Я не вернусь Разбавь мою грусть Руками, что нервно Сжимают ночь Глазах Глазах срывает руками Могу Могу Понять Что заставляет Идти Вперед Меня Моя грусть Моя грусть Переходами Продолжает Местись Вперед Я не хочу Смерять И не могу Понять Что заставляет Идти Вперед Меня Как неожиданно Быстро закончилось Произведение У вас обычные песни По длине А тут как-то так Не туда говоришь Не туда говоришь Это новая игра По длине В этом тоже Может отражается Наш рост Что нам хочется Подлиннее играть Понятно Если хочешь Петь подольше Значит это ты вырос Наверное Главное вовремя Остановиться Хороший подход В общем Правильный в принципе У меня сейчас К Диме вопрос Можно Дим Тебя потеревожить Да конечно Скажите пожалуйста Вот имея ввиду То что делает сейчас Коллектив По сути дела Электроника Она ведь заменяет Сейчас все остальные Молчат Чтобы никто его не перебивал Электроника по сути Заменяет все Ну если так уж Хорошо постараться Можно и барабанщика Заменить Правда? Этот поворот абсолютный Такой в драйвовую В гранжовую электронику Ну вы знаете На самом деле Я это дело ломаю В себе уже довольно давно Да Черт побери Нет просто Когда-то давно У меня была своя там группа В которой я рубил русский рок Чесал гитару И пел И придя собственно В роли барабанщика В коллектив Я сопротивлялся Всеми конечностями Тому что тут происходит Но в какой-то момент Просто понял что На самом деле Что самое смешное Электроника является ведущей А я просто ей помогаю Вот я почему тебя и спрашиваю Я же слышу Как все строится у вас Что действительно Кто-то начал про психею Люди слушают ветер Вместо внимательного Послушивания радио Когда говорят Что вот про психею Мы говорили о том Что у психеи Электроника Не играет ведущую роль Она присутствует У группы Юнусы внутри Как раз таки Основа электроника Вот поэтому я тебя и спрашиваю Тебе как барабанщику Живому Классному барабанщику Не скучно вот это Помогать электронике? Нет не скучно Это бывает Это на самом деле Не тривиальная задача В том и заключается Не скучность На концертах На самом деле Барабаны живые Очень важны Так ну это я понимаю Я сейчас Барабанщикам говорю Который понимает Прекрасно Что еще один шажок И его в общем Уже в коллективе не надо Басиста уже выгнали Басиста уже нет Ну нет не боишься? Нет не боюсь А стоит Ладно пошутили и хватит Потом поговорим Ну ладно понятно Но в любом случае Тебе ты кайф ловишь От того что делаешь Да конечно Мне очень комфортно Это тоже видно Здорово 4647 это короткий номер Для ваших смсок 4647 Сначала свои Про Бельчик А потом уже все Что хотели бы У коллектива спросить Может быть какие-то Эмоциями какими-то Поделиться Тоже бывает такое дело Важное Что касаемо Каких-то концертов Которые там Туров например Концертов Планов на вот эту историю После лета Я понимаю Что летом сейчас Не до того немножко Но может быть Вы как-то уже поездили По стране Может быть до этого Где-нибудь были Ну вот если брать Коллектив Юность внутри То мы играли в Петербурге В Петербурге В Москве В Саратове В Самаре И в Ульяновске Хороший список уже Вполне Так Вот да Ну как бы О том что будет после лета Мы можем только мечтать И готовы ехать В принципе куда угодно Хоть на фестиваль Хоть на сольник Лишь бы нас позвали Просто ну Не хочется самим договариваться Во-первых Потому что мы не менеджеры И мы не умеем Я как не пытался У меня ничего не вышло Вот поэтому Вот живем по принципу Нас позовут Мы сыграем Ну кроме Питера и Москвы Где просто надо играть А вот в тех городах Которые ты упомянул Это что были сольники Или это тоже фестивали В Пскове это был сольник В Самаре сольник В Ульяновске фестиваль И в Саратове фестиваль Ну и как И в Москве Совместный тоже концерт Как ощущения от сольников Да Прекрасно Особенно в Питере Вот мы в кои-то веки Увидели полностью заполненный зал Это на самом деле Ну магия работает В данном случае Когда вот видимо Энергия она уходит Со сцены Когда зал не полный Она где-то растворяется На полпути А так она вот Циркулирует по всему залу Через головы людей И она тебе возвращается Просто в гигантских масштабах Это вот Я понял Когда играли На полный зал В общем это в Фитере И в Обскове У нас были такие Концерты Просто ну Плотничком было От стенки до стенки В Обскове Ну так Тоже нормальный сольник В Самаре В принципе народу было поменьше Чем на СВСМ Но вполне себе тоже неплохо Ну вот почему я об этом спросил Смотри Начнутся допустим концерты Они начнутся Я почему-то в этом Нисколько не сомневаюсь Но несколько позже вероятно Потому что Сейчас можете на меня обидеться Но Есть некая Уже проверенная Годами схема Группа Становится востребованной Если она хороша А вы хороши Не ранее чем через 10 лет Своего существования Вот так как складывается По опыту других коллективов Ну бывают выскочки конечно Кто что называется Появился через год-два И глядишь уже Всюду таскают Но правда они изгорают быстро Те кто делает хорошую Живую Настоящую Честную музыку Чаще всего 8-10 лет И только после этого Они становятся Любимыми Для фестивальных Организаторов Для промоутеров И так далее У вас еще есть Некоторое время Да чисто говоря Не хочется думать Об этом вообще То есть мы играем Первое шею для себя Нам нравится И я не покончу с собой Если через 10 лет У нас будет ходить Подожди какие 10 Я бы еще чуть-чуть Если еще через 10 лет У нас будет ходить У нас человек 20 Будет нормально То есть мы будем продолжать Все равно делать то что мы хотим Но все-таки мне кажется Что нужно поторопиться С альбомами Это да Надо-надо Во-первых они в сеть Тогда попадут быстрее И люди смогут Это все дело слушать Во-первых Во-первых они попадут В эфир своего радио Это первое И это тоже важный момент Во-вторых в сеть Это тоже такой моментик Который нельзя упускать Ни в коем случае Поэтому поспешить С этим обязательно нужно Много денег Много времени Да ладно Вернее я хотел сказать Мало денег Мало времени А ну это лучше Много денег надо И много времени тоже надо Звучит честнее Да А сегодня мы сделаем Многоканальную запись По ходу дела Она сейчас делается Пишется Может потом ее попользовать И сделаем Лайвовый альбомчик совместный Спасибо вам Из студии своего радио Почему нет Это тоже может в конце концов Попасть в сеть И таким образом Будет растаскиваться Песня которую вы готовите Для финала этого часа Какая по продолжительности Можешь мне сказать Да минут 4 4 минуты Тогда у нас еще есть Буквально минуточка Чтобы еще кое-что Обсудить Вот например Светлана Коваленко пишет В плане своеобразной фишки В кавычках Неправильного вокала Мне немного Напоминает Матрикс Никто тебя ничего не показ С самой Вам хоть с одним Хоть с другим Не сравнил А вы эфир прошли Помните Я почему Да и почему Ну да Ну это просто Я не знаю Это называется Наверное Как я понял Уже с годами Это петь на закрытых связках Просто никогда не анализировал И Агату по молодости Не слушал Как-то само так получилось Ну а к старости пришло Да А к старости пришло Да И просто видимо Потому что половина закрытых связок Я по-другому не умею Я не пытался ни под кого косить Так вот вышло А ну если похоже Да и все равно на самом деле Очень тоже важный момент Я полагаю Это было бы сейчас уместно Спросить о возрасте коллектива Средний возраст группы какой? Средний 27,6 В периоде 27,6 Ну да 26,28,29 29 А,29 Димонов же не нам было День рождения 29,28,29 Ну в принципе Как раз тот самый возраст Когда и случаются Основные взлеты творческие И дай бог Чтобы это действительно Произошло в ближайшее время Мы за это только Пальцы будем держать Крестиком Ну все Можно тогда уже сейчас спеть Как эта песня называется? Полиция мыслей Как всегда Живой звук В программе живые Напомню Здесь сегодня Юность внутри После этой песни Мы сделаем небольшую паузу А потом вернемся в студию И продолжим Поехали Погнали Погнали Полиция мыслей В моей голове Полиция мыслей Даже во сне Стоят Просыпаюсь И тут же Выходит на след Полиция мыслей В туннелях метро Полиция мыслей Электропира Не понимаешь На самом деле Ты это Или же нет Дождь уже не идет Дождь уже не идет Но еще капает С крыш От удивления Рад Растопырек Молчишь Каждую секунду Люди капают Открыв Окна Встекают С домов Уступаю место За мощным скважинам Квартир Мысли Ползают С маска Прощаюсь В оружие Полиция мыслей Цветной коридор Стоишь в голове Отбивай террор На все поезда Подознательно Ищут Тепо Полиция мыслей Красиво умрешь Полиция мыслей Себе не собрешь И время Все чаще Не делится Ладно 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 Дождь уже не идет Но еще капает С крыш От удивления рак Растопырек молчишь Каждую секунду люди копают скрыть Эш, малыш Не забирай меня Когда мое время придет Ведь все то тайное Что где-то снаружи ждет Никуда не денется Прошу подожди чуть-чуть Прикосновением стать Успеешь, но я хочу Остаться и наблюдать до конца Деформации Уже не моего лица Исчезнут губы Глаза стекут к не моим плечам Кто меня любит Каким я запомнюсь вам Ветер сдует Слезы с потертых лиц Весна обует Землю травой реснит Прожитых дней нить Отпуская я все еще Не смогу поверить Что теперь уже точно все Остаться и наблюдать до конца Деформации Уже не моего лица Исчезнут губы Исчезнут губы Глаза стекут к не моим плечам Кто меня любит Каким я запомнюсь вам Остаться и наблюдать до конца Деформации Деформации Уже не моего лица Исчезнут губы Глаза стекут к не моим плечам Кто меня любит Кто меня любит Каким я запомнюсь вам Ветер сдует Слезы с потертых лиц Весна обует Землю травой реснит Ну что ж, народ счастлив Ну, по крайней мере, те, кто просил эту песню Соответственно, люди, знающие ваше творчество Проникаются и чем больше становится таких людей Тем нам приятнее Что касаемо мыслей Которые ты вкладываешь в тексты Скажи, кто ты по образованию? Да, никто на самом деле Я окончил колледж Но он меня, собственно, ничему не научил Я программист-самоучка Ну, то есть колледж какой? Какая профессия должна была? Ну, там тоже инженер-техник Слэш-программист Но по факту мы там работали в Excel И ничему не учились Кроме как пить и прогуливать пары Понятно Вот именно этот навык пить и прогуливать пары Привел тебя к таким глубоким и проникновенным текстам Ну, собственно, в колледже, да, все и началось Понятно Сергей, как, кстати, интересную мысль высказал сейчас Группе нужен саундтрек к какому-нибудь фильму Что-то фильму нужен саундтрек Нет, надо, чтобы у вас была какая-то песня Которая попала бы в саундтрек Очень атмосферная музыка К атмосферному фильму Прям слышу их музыку в кино Не было пока таких? Да, позвольте сказать Есть уже такой фильм Он уже снят И премьера его будет, по-моему, в сентябре или в октябре В общем, осенью Короткий метр, там, 27-минутный фильм Про девочку, которая делает выбор Отказаться или продолжится принимать таблетки Но страдая психическими расстройствами В общем, снимала начинающий режиссер Девушка из Самары Попросила у нас три наших песни И, собственно, они там будут звучать А что за песни? Ну, это еще из СВСМ Это две инструментальные, на самом деле, вещи, не песни Даже там называются 276 и DXM И песня галлюцинации Ну, то есть, этот фильм можно будет, наверное, как минимум где-нибудь в сети найти Да, он будет в интернете А как называется, не знаешь? Полтаблетки утром Полтаблетки утром У нас в группе, там, где-то месяц назад был выложен трейлер Хорошо, ну, это я тем, кто не видел этого трейлера Полтаблетки утром, так называется, короткометражный фильм В котором используется, ну, надеюсь, все три Они там звучат, да? Да, мы уже посмотрели его Ну и как? В принципе, неплохо, я доволен Ну, то есть, у меня, естественно, как возвращать к разговару о критиках Кому нужна моя критика? Я бы сказал, ну, есть там какие-то пара моментов, которые я бы сделал по-другому Но, в общем и целом, я считаю, что это достойная вещь Не-не-не, я сейчас имею в виду сочетание А, именно музыка Вот, да, меня порадовала Атмосферно было очень Как раз вот мне вот эта музыка, она помогла погрузиться в ее переживания, в какие-то мысли Мне кажется, там все было очень в кассу Отлично Полтаблетки утром, так называется, это короткометражка Рекомендую посмотреть, как только она появится в сети, наверняка она тоже будет Михаил Сипко пишет Вопрос к барабанщику, который остается зачастую на заднем плане Извините, не запомнил имя, пишет Михаил Мы уже дважды упоминали Дмитрия Котманова Значит, есть ли кумир? Мне как барабанщику Дэйв Гролл нравится Есть кумир у тебя из барабанщиков? Мой преподаватель Как зовут преподаватель? Тигран Пантелеев Вот, вот он кумир Дмитрия Котманова Тигран Пантелеев Скажи, а ты учился, или это как человек, который частные уроки давал? Да, я брал у него частные уроки Дело в том, что довольно давно я уже не посещаю Но мне просто очень нравится его нынешнее творчество Он играет в очень хорошей группе И там... Что за группа-то? Хорошо, спасибо Да, да, я забыл, как называется, но я ходил, честно Но образования специализированного нет музыками Нет, нет Замечательно Но в любом случае, хороший педагог всегда дает то самое нужное образование Саша, у тебя есть образование музыкальное? Неоконченное Причем по классу трубы Труба? Да А в итоге на гитаре? Ну да, в итоге на гитаре Я тоже ходил где-то два года к преподавателю Он поставил мне технику, какие-то основы Ну а дальше уже сам Окей, ну на трубе ты играешь, в принципе? Нет, уже лет десять Ну а если тебе эту трубу в руки всунуть, ты сможешь что-нибудь из нее извлечь? Мы массовали Не, не получается? Была труба, я помню, ты играл Он удивлен Я не помню Он удивлен Я же сам еще полгода играл на трубе Я пытался играть, у меня ничего не вышло, а ты что-то сыграл Я прям помню этот момент Только не помню где, когда и когда И зачем это было нужно? И главное, да, зачем Зачем это было нужно? А по образованию-то кто, имею в виду обычное? Мирское образование? Ну, образование тоже не окончено И я тоже программист Тоже программист Дим, ты тоже программист? Нет, я океанолог Офигеть У тебя законченное образование? Да, законченное А океанолог, что входит в его сферу деятельности? Расскажи Ну, это физика больших водных масс Построенная на дикой математике Ну и... Это название твоей дипломной работы, я так понимаю Нет, нет Дикая математика Ну, а что делать? Океанолог и человек, который изучает океан, как я понимаю Ну да, физику Зачастую физику А что такое физика океана? Физика больших водных пространств Ты сейчас так говоришь об этом? Ну конечно Просто так понятно же всем Физика больших водных масс Это каждый день, в общем, с этим сталкиваемся Ну, течения Те же самые Всякие явления, связанные там с ледообразованием С его таянием, с глобальными потеплениями Слушай, интересно А что ты не занимаешься этим, в принципе? Почему не занимаюсь? А, занимаешься? Извини, извини, я же не знаю Не, ну я не работаю в данный момент по специальности Но, скажем так, я остаюсь в сфере Это как понимать? В сфере гидрометеорологии То есть ты предсказываешь погоду? Нет, нет, гидрометеорология Это в общем смысле Это все, что связано с естественными науками о Земле То есть ты единственный из коллектива человек Который нормально, прилично работаешь Прилично ли? Океанологов у нас еще не было здесь На своем это приятно С почином, что называется Первый раз вижу перед собой живого океанолога Ну что, давайте что-нибудь еще споем Что это будет? Давайте, песня о людях Про людей Я теперь знаю уже твою схему Никит, я теперь буду за тебя Песня про людей Люди называется Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня юность внутри Поехали Люди бывают хорошие А бывают, которые нравятся Бывает, что всеми брошены И по подвалам ставятся Леди бывают сильные И при этом очень слабые где-то А бывает, что люди зимние Но рожденные случайно летом Переполняясь чувствами Взрываются вечерами А бывает, что люди грустные И все ищут кого-то глазами Кого-то глазами Кого-то глазами Выражая весь мир числами А счастье химической формы лай Люди бывают зависимы И часто бывают сломлены Навсегда из памяти стертые И всеми вокруг забытые Люди бывают мертвые И бывают людьми убитые Каждый хочет достичь невозможного Заражаясь мечтами больными Люди бывают сложными И никогда простыми И никогда простыми ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос созрел Знаешь, может быть, как раз Вот именно после этой песни Моё ощущение, может быть, я не прав Может быть, действительно Ты сейчас меня поправишь Скажешь, что не совсем это верно Тебе непросто с миром общаться С окружающим тебе С людьми, которые в этом мире живут Ну, не на одной ноге ты с ними И раз тебе трудно понять, чего от тебя хотят И какой мир, собственно говоря, тебя окружает Верно? Ну, это верно Но, с другой стороны, кто сказал, что мне это не нравится? То есть ты любишь жить в состоянии непонимания? Да, ну и вообще дискомфорта Тебе нравится дискомфорт? Да, потому что это даёт возможность творить А что такое комфорт, по-твоему? Комфорт — это стагнация Квартиры Икея, семья, дети И ничего особенного впереди Ну, это... Я не знаю, мне кажется, каждому своё Может быть такая жена О-о-о-о, такие дети О-о-о, такая мебель Икея О-о-о, и квартира О-о-о Нет, не думал Конечно, да Нет Для меня комфорт — это то, чего я меньше всего вообще в жизни хочу, наверное Потому что, ну, мне гораздо важнее вот эти вот моменты Когда сочиняешь песню Там текст на гитаре набросал И вот где-то на день Знаете, как вот Не знаю Насчет физиологии Но вроде как вот женщина, допустим Когда она рожает ребёнка У неё в течение нескольких дней Вот какая-то дикая эйфория Возникает Ну, это вроде как научный Какой-то медицинский факт Ты-то откуда знаешь? Где-то прочитал, да Ну, просто с песнями всё то же самое Вот ты пишешь песни И у тебя вот несколько дней Ты прямо чувствуешь, что ты живёшь И живёшь по-настоящему И вот эти моменты мне гораздо дороже комфорта А так, чтобы прийти к себе домой Сесть в удобное тебе Вот для тебя лично удобное кресло Налить себе в удобный для тебя бокал Или рюмку коньячную Не знаю Или стаканчик вискаря Или коньячку Сесть спокойненько, расслабленно Поплевать в потолок Нет? Это не комфорт? Это не для меня Для меня Мне гораздо интереснее Как раз какие-то поездки Постоянно находиться неизвестно где Неизвестно почему и как Мебель специально дома У меня такая Чтобы на ней не расслабиться Вот Единственное, что мне нравится Это когда После того, как дико устал Ты можешь лечь И просто ничего не делать Какое-то время Но это такая пустота Это даже не комфорт Это переосмысление как-то Того, что ты сделал Какая-то перезагрузка Это не комфорт То есть лежать Поплевать в потолок Это не для меня А чем ты занимаешься В таком случае Вот в этом промежутке Между написанием песен Выступлением Репетициями Если комфорта не любишь К сожалению, у меня же Таких промежутков практически нет То есть мы все это время Все время проводим на студии У меня сейчас Вот неделя расписана Репетиция студии Репетиция студии Репетиция студии Репетиция студии Обалдеть А студия какая? Своя? Сейчас мы Как раз перед отъездом За два дня Арендовали помещение Подписали договор Будем пытаться делать Какую-то свою домашнюю студию Чтобы хотя бы часть работы проводить Потому что очень дорого Работать постоянно На чужой студии Ну сейчас Это студия Восход В Питере А так Этот альбом Который мы сейчас до сих пор делаем Мы его делали на куче студий В том числе и в Москве В таком случае Чем зарабатывать Средства Для того Чтобы писать песни в студии Чем вы занимаетесь? Ну вот я говорю Я программист И работаю А то есть Это есть твоя часть Как раз есть и деньги Которые ты зарабатываешь Да И слава богу Позволяет хоть как-то Заниматься музыкой То есть В IT Слава богу Есть какие-то деньги Понял Понял Александр Сазанов Вот что пишет Способствует ли Какое-то изучение Океанологии Способствует ли Как-то Изучение Океанологии Вдохновению На создание Такой глубинной музыки И довольно глубинных Глубоких текстов Общий вопрос Чем вдохновляетесь? Ну понятно Что тексты пишет В данном случае Не Дмитрий Который океанолог Но помогает ли Знание Физики Глубоких океанов И течений Игре на барабанах? Хороший вопрос На самом деле Нет Ну и не мешает Как минимум Ну Образование Это у меня инженерное Техническое Это помогает Там в изучении Тех же самых Каких-то сложных Ритмов Битов Все Клево Я сейчас просто вспоминаю Годы школьные Когда мы изучали Физику, химию Ну понятно Общая школьная программа Я всегда Меня всегда ломало Я гуманитарий Я больше изучал Язык, географию, историю Мне это было интересно А математика, физика, химия Точные науки Меня раздражали дико Мне было интересно Пока мы опыты ставили В химическом кабинете Там туда насыпешь Там полегло Поплыло, полетело Там пена Ну клево Это было интересно Как только пошли схемы, формулы И всякая вот эта чушь Я всегда говорил педагогам Дорогие мои Мне плевать Какой химический состав У того напитка Который я пью Мне вкусно И все Буду я знать Как оно там Что, зачем идет Или не буду От этого его вкус Для меня не изменится Вот я как раз Об этом-то и спрашиваю В обычной жизни Тебе, как океанологу Вот эта наука Помогает как-то? Я не знаю Что сказать Не, можно я Пару копеек Давай, Никит Я хочу сказать Что вот К сожалению Вот эта вот Как сказать Позиция по поводу Шампанского И его формула Совершенно не работает Для музыки То есть если тебе все равно То ты будешь играть Что-то непонятное И тупо Инструменты не будут Считаться друг с другом Там нужно считать И поэтому сейчас Вот я как раз Подтягиваюсь В плане звукорежиссуры Приходится все это изучать Как работают там Копрессора Эквализация Фильтры там И все возможное Чтобы все это звучало нормально То есть приходится Узнавать формулу музыки Формулу музыки Что это значит? Формула звука Окей Не музыки Музыка сочиняется Сама по себе Это магия Я имею в виду Формулу звука Чтобы потом Вся эта музыка Нормально Слушалась с людьми Чтобы мы не играли Там три партии одновременно Там Ну барабан Слышал ничего Это какую-то кашу Как у нас было поначалу То есть в данном случае Ты говоришь об аранжировках? Нет Я говорю о звукорежиссуре О работе над звуком У него есть своя тоже Работа над звуком И аранжировка Которая правильно была Создана таким образом Чтобы одно другому не мешало Ну да И это тоже Ну и потому что Здесь как раз вот математика Не физика Физику я сам терпеть не могу Но вот математика присутствует И отчасти наверное программирование Красиво сказал Красиво Но главное что при этом Океанология ни при чем Спасибо Дмитрию за то Что ответил честно Что не знает Помогает это ему или нет Правильно Такой вопрос Что я сам не знаю Что вообще можно Ответить Значит Константин Пок написал Что это мне начинает казаться Что группа делает Все более и более сильные песни Ну в общем да Мы об этом говорили Говорили уже о том Что полтора года назад Еще с другим названием Коллектив приходивших в программу Был интересен Любопытен Но сейчас Они стали просто наголову На мой взгляд Выше того что было тогда А это значит Что их ждет Как мне кажется Очень большое будущее Главное не останавливаться В своем творчестве И вот те самые формулы О которых ты сказал Находить и реализовывать Какая будет следующая песня Будет Он меня сильней Как еще раз Про то что меня сильней Он меня сильней называется Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Юность внутри Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я просто не вижу слов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верь в сакральность каждого из прожитых дней Банальность лишь тянет вниз, а ты не смей Прощай, а он просто меня сильней Испорченый рай А он просто меня сильней Сильней! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касаемо сильней и слабей, я вдруг сейчас подумал о каких-то, возможно, как вот для Ослика Морковка, да, тот самый Монок, за которым идет человек, кто? У тебя есть кумиры, ну скажем так? Или ты живешь по принципу не сотворить себе кумир? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорее второе, нет у меня кумиров, у меня есть коллективы, которые мне просто очень нравятся, которые, наверное, не очень-то и похожи на нас, но творчество которых я очень люблю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И хочу сделать там что-то подобное Ну, не содрать, естественно А как-то, может, даже какую-то отсылку сделать Или как-то по-своему это переделать Или я вижу, что-то они здесь сделали так, я сделаю по-другому Ну, как-то вдохновляюсь, может, отчасти Скажи, пожалуйста, ну вот вы молодые как раз музыканты И стойка гурты людей Которые делают музыку нестандартную Музыку не такую, как у всех Вы не пытаетесь подражать, не пытаетесь подладиться Или подстроиться под какой-то формат Чтобы взяли на радио И сейчас, благо, есть такая радиостанция, где на формат плевать хотели Главное, чтобы это было красиво, вкусно сделано И цепляло, но все же На сегодняшний день все равно Большинство российских групп, и вы в том числе Вот ты, например, говоришь, что ты как-то любишь эти группы И хочешь делать отсылки Ориентируются на западную музыку Когда придет тот день Когда весь мир скажет Вот в России музыка На которую можно ориентироваться Вот группа Не могу сказать, что группа Тату Оригинальную какую-то музыку играла Но сам по себе имидж неожиданный Он сделал свое дело И группа прогремела на весь мир То есть на них ориентировались Как на группу действительно оригинальную, нестандартную Когда случится такое с российской музыкой? Альтернативной ли музыкой? Мейнстримовой музыкой? Неважно Ну я верю, что все это произойдет с годами Просто Запад, он Это часть их культуры У них там с 40-х годов уже был там рок-н-ролл В 60-х у них были Битлз и Роллинг Стоунс Поэтому они все это пережили много раньше А у нас был Кобзон и тогда и сегодня Вот чем проблема И просто вот я сейчас интереса ради Слушаю всякие старые группы Джо Дивижн, The Doors, Rolling Stones Я просто практически в каждой песне слышу А вот этот вот кусок полностью сыгран в нашей русской Но это просто опять же вопрос Почему ни одна наша группа не является культовой за рубежом? Ну кроме как вот Тату, но она выстрелила А вот именно чтобы так выстрелить Потому что у нас есть группа Помпея, есть группа Моторама Они, конечно, хорошие и качественные Но это практически аналоги То есть все решили А давайте сделаем качественно то, что есть на Западе И вот пока, к сожалению, мышление такое Мне кажется, отчасти даже группа может в России Очень сложно получить какое-то призвание Если такой музыки нет за рубежом Как-то вот Ну я надеюсь, что это просто возрастное Мы это переживем Просто у нас все развелось намного позже И когда вот Железный Занавес обвалился Все смотрели только на Запад Перенимали оттуда Сейчас мы начнем делать собственные продукты Оригинальные Я вот уверю, что мы к этому моменту придем Все-таки ты веришь, что придем? Да, я думаю, довольно скоро Интересно, что это должно быть? То есть вы идете как раз, опять же, без обид Не тем путем, который называется Оригинальное для Запада, да? Ну чего? Ты уже перечислил группы, на которые, в общем, ориентируешься? Не-не-не, может, неправильно меня поняли Я не ориентируюсь на них Ну хорошо, ты берешь какие-то, возможно, как ты сказал Что отсылки некие, да? Хочешь сделать так же, даже лучше А вот я хотел бы услышать, например, когда-нибудь Чтобы ты сказал Вот есть такая группа у нас в России Это Помпея, кстати Вот очень их люблю Хочу отсылку сделать на них А потом какая-нибудь западная группа С названием Пиксель, Дриксель, не знаю О, есть у России группа Называется Юность внутри Блин, мы такую классную группу Вот мы отсылочку на них сейчас сделаем Потому что группа-то реально Крутая Группа реально оригинальная Когда это произойдет, вопрос? Да, когда, когда Вот я и говорю Когда мы Собственно, мне кажется Когда мы сами придем к тому Что будем двигать Действительно оригинальные группы Потому что я, может, зря сказал Про эти отсылки Потому что это, ну, случается Один раз из тысячи Я просто, ну, упомянул На самом деле Не-не-не-не-не А я-то не имел в виду Что ты у кого-то что-то Я понял Потому что наши в основном Российские команды Украинские, белорусские Неважно Мы все равно ориентируемся туда А я хочу дождаться момента Когда они на нас будут ориентируются Я считаю, что это исключительный вопрос времени То есть мы до этого дойдем Это не часть какого-то нашего менталитета Мне кажется, мы просто еще молоды В плане понимания рок-музыки У нас и продюсеров толковых нет Которые бы понимали в роке что-то Поэтому и берутся на радио, мне кажется Хиты, которые уже где-то выстрелили Просто потому что никто не понимает Никто не может заранее сказать Что вот это хит, а это нет А там есть продюсеры, которые говорят Вот это будет хит, а вот это выкинь Потому что они понимают У них есть вкус свой Мне кажется, мы к этому придем Нам нужно время Это правда И чем больше групп будет делать Ну как раз вот что-то свое Пусть даже что-то неказистое Или может там будет играть на пять человек Но вот чем больше групп будет играть Вот свое-свое-свое Мне кажется, мы сломаем эту стену Очень правильно ты сейчас слова сказала Вот это как раз и есть та самая большая проблема С которой я тоже как-то столкнулся По роду своей службы По роду деятельности своей Когда точно слышу и понимаю Вот это будет хит Знаю, что это будет хит Выдаешь эту песню массам А массы-то не готовые А массы, они как фекальные Растекаются И не могут никак сообразить А что вот, как это звучит Почему это звучит так Почему это не звучит, как, например У Чаифов, Аргентина, Ямайка Все же просто и понятно А тут что-то надо вслушиваться Вдавливать в себя Народ, мне кажется, не делал не в ментальности А во вкусе музыкальном Он не привит у нас Или отшиблен напрочь Ну, тоже возрастная Тоже думаешь так? Конечно Дай бог Ну, хорошо, договорились В общем, в принципе, при нашей жизни Еще, я надеюсь, это случится Да Вполне на это рассчитываю Какая следующая песня будет? О, следующая будет песня новая Абсолютно Причем мы нигде никогда не играли Ух ты, премьера Так Да Песня называется Дни, как дождь Дни, как дождь Это песня про то Как если бы мы себе были облаками Хорошо Премьера песни Это очень приятно Сегодня здесь и юность внутри И может Я не знаю Кому-то, может, это будет, конечно, интересно Но электроника там сделана полностью На синтезаторе Polyvox Вау Замечательно Рекламка небольшая Но это хорошо Это кстати Как всегда, живой звук В программе живые Юность внутри Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Я плыву Я плыву Высоко над землей Выжимаясь по капле Падаю вниз Равномерно Циклично И летят бесконечно стеной Разбиваясь об грязь И траву мои дни Бесполезно Ритмично Дни, как дождь Никогда не кончится Высыхаем У вас на щеках Завтра там, где мы кровоточили Будут новые плыть облака Дни, как дождь Никогда не кончится Высыхаем У вас на щеках Завтра там, где мы мироточим Будут новые плыть облака ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С каждой каплей все меньше меня С каждым днем все сложнее Себя ощущать Затянувшись петлей Затянувшись петлей В небе радуга после дождя Я плыву сквозь нее Замерев, не дыша высоко над землей Дни, как дождь Никогда не кончится Высыхаем У вас на щеках Завтра там, где мы мироточим Будут новые плыть облака Столько способов Себя потерять Столько слов Не стоящих ничего В трудах великих философов Прожить жизнь И нихера не понять Вот и все Что нам свыше дано Столько разных способов Столько разных способов Дни, как дождь Высыхаем У вас на щеках Завтра там, где мы кровоточили Будут новые плыть облака Дни, как дождь Никогда не кончится Высыхаем У вас на щеках Завтра там, где мы мироточим Будут новые облака Будут плыть Будут плыть День сутки Подпишись на свой эмцизっ Будут huge Будут級 День сутки Будут перем말 Будут tower Будут плыть Будут в бедный Будут ловится Будут обычные Будут забол� Будут туда Будут surprises Будет 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 — Хочешь оценочку от народа получить сразу же на новую песню? Напомню, что это была абсолютная премьера от группы ЮНС. — Конечно, хочу. — Вот, например, Регина Мари пишет отныне любимая песня. Ольга, великолепная песня, по-моему, превзошли с обих себя. Очень. — Пишет человек. Вот опять же рассчитывать на комплементарный, ну, скажем так, на какую-то комплементарную часть. Музыканту мне кажется, вообще творческому человеку, мне кажется, грешно. Потому что, по-любому, комплименты, они ведь могут раздаваться просто авансом, просто, не знаю, мальчик нравится, да, и девочка хвалит. Неважно, как при этом мальчик играет или поет. Ну, так бывает, правда? А вот то самое критика, о которой мы говорили, то, как ты сказал, те, кто выше, да, выше по статусу, от них ты критику принимаешь. Были такие эпизоды в твоей жизни, когда кто-то, кого ты считаешь значимее и выше, серьезнее по музыкальной составляющей или по творческой. Говорил тебе какие-то критические вещи, а ты это воспринимал или не воспринимал? Ну, я, по крайней мере, прислушивался. Часть из этого мы действительно приняли к сведению и сделали так, как нам советовали. Ну, я все через себя как бы пропустил. Ну, и мы все пропустили. Это, ну, во-первых, мы с Вадимом Самойлом работали, он там какие-то советы нам дал. Вот. И, во-вторых, еще был шанс поработать, не знаю, ну, наверное, кто-то знает, довольно известный гитарист Олег Изотов. Вот. С кем он? С Кормухина играет сейчас. Вот. Ну, и в то же время там в свое время и со слотом поиграл и так далее. Вот. Вот. Он нам дал тоже несколько прямо вот очень-очень хороших советов. Именно вот как, знаете, на уровне подчеркнуть что-то. Вот здесь вот в конце просто сыграть вот вот один аккорд, чтобы выйти там в прошлую тональность. Ну, какие-то такие вещи. Все на уровне ощущения. Говорят, лучше. Вот если здесь вот так будет, вот эта партия воспринимается лучше. Вот. Мы действительно прислушивались. И что-то из этого, ну, большинство даже это было правильно. Угу. Ну, а были такие случаи, когда тебе кто-то из таких людей говорил, что за фигню вы играете вообще? Что это за музыка? Что это за тексты? О чем вы поете? Нафига все это? Были такие? Я не знаю. Группа Декабрь считается вообще группой, которая выше у нас или нет? Ну, а ты сам-то как к этому относишься? Я не считаю. Нет? Нет. Они говорят, что все плохо? Ну, в свое время, да. Хорошо. Интересные эпизоды жизни. Ну, группа Декабрь, между прочим, очень неплохая группа, кстати. Ну, мне у них одна песня только нравится. Ну, я же говорю, что неплохая группа. То есть даже тебе нравится. Это же хорошо. Василистика просто разная совершенно. 4647 – это короткий номер для смс-квашек. Сначала пишите свои, парабельщик, а дальше уже все, что хотели бы рисовать коллективу. Здесь есть еще одно сообщение на предмет этой песни. Сергей Пантюшин пишет, «Очумел, почувствовал себя тучкой». То есть настолько человек проникся, что даже тучкой почувствовал себя. Значит, момент вот какой, тоже очень важный. Если вот на сегодняшний день поставить такую вешку, группа выросла, группа достигла какого-то определенного уровня, да? Поставили себе заметочку. Есть этот момент. Как ты сказал, у тебя прям в один момент возникает ощущение, да? Что оп, что-то изменилось. Ну, как-то да, это очень… А вот давай поиграем со слагательное наклонение. Если пройдет какое-то время еще чуть-чуть, не знаю, месяц, два, три, год, неважно. И ты стоя, как ты говоришь, на сцене, вдруг оп, ощутишь снова рост. Вот он случился в данный момент. Опять что-то произошло внутри, что тебя перевернуло. Как ты предполагаешься, в принципе, что это будет дальше? Чем ты будешь дальше заниматься в музыкальном творчестве? Казалось бы, расти-то уже. Или есть куда расти? Ну, на самом деле, мне кажется, в этом и смысл, что я не предполагаю, что будет дальше, потому что я никогда не предполагал до этого. Я когда понимал какие-то вещи, переосмыслял и выходил, грубо говоря, на следующую ступень, я удивлялся, почему я эту ступень не видел раньше. Я не знал, что она вообще существует. То есть мы играли, мне казалось, что всё здорово, потом переходишь на следующую ступень и понимаешь, что многое, что ты делал до этого, было совершенно не так, а ты даже не понимал, ты не видел, ты не слышал. Поэтому без понятия не знаю. То есть ты, в принципе, признаёшь, что прошлые эксперименты или, скажем так, прошлые какие-то достижения, которые казались достижениями, сегодня кажутся уже чуточку смешными? Да, конечно. — Значит, есть рост, и это круто. Значит, действительно, есть понимание того, как может быть лучше дальнейшим. Давай петь что-нибудь ещё. — Это предпоследняя песня. — Предпоследняя, совершенно верно. — Ну, тогда это будет песня «Эшафот». — Про смерть? — Нет, про лишних людей. — Как всегда, живой сок в программе «Живые». Здесь сегодня юность внутри. Погнали. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 — Короткая песня, как и «Путь к эшафоту», собственно говоря. — А уже такой длинный после. — Да, вечный, я бы так сказал. — Времени у нас остается меньше и меньше, к сожалению, на одну песню буквально осталось минуту. — Ну и, понятное дело, сам по себе разговор уже скоро нужно будет закончить. — Я вот что хочу сказать. — Во-первых, спасибо, что вы пришли. — Спасибо, что вы творите. — Спасибо, что вы не прекратили свое творчество. — Ну, я не знаю, многие группы. Часто так бывает, когда коллектив 5-6-7-8 лет. Ты пожаловался, что фестивалей как-то немного и концертов немного. Люди говорят, да пошло оно все. Я в океанологию пойду, у меня есть профессия, буду работать, нормальные бабки заколачивать. — Вы остаетесь в творчестве, это круто, это, безусловно, достойно уважения. И по-любому это достойно, как мне кажется, прежде всего признания того, что вы люди, которые делают творчество по-настоящему от себя, от души, по-живому, что называется, режете. Это круто, это здорово. Это, помимо тех слов, которые можно было бы сказать в качестве благодарности, я сейчас говорю, да. Вот тут народ просто начал писать о том, что есть самобытность, что не есть самобытность. Но, тем не менее, вот если говорить о самобытности, я совершенно смело и честно могу заявить, что самобытных в России музыкантов не так много. Что я называю самобытностью? Даже группа «Юность внутри» все-таки играет рок, как бы там ни было. А родина рока, в общем, слоны, Россия, родина слонов, это да, но не родина рока. Вот Архиповский самобытный музыкант, Хунхурту самобытные музыканты. Надо понимать слово «самобытность», это родина. Да, вот когда я видел в интернете африканский коллектив, играющий на русских народных инструментах и поющие русские народные песни, вот это я понимаю. Самобытная русская культура пошла на Запад хоть немножко. Но, если мы говорим о самобытности, это не значит, что те группы, которые занимаются рок-музыкой, плохие. Боже упаси. Ни в коем случае это совсем не так. Иначе бы нам некого было вам показывать в течение стольких лет в программе «Живые», да и, собственно, некого было бы крутить в эфире своего радио. Просто само понимание слова «самобытность», возможно, у меня несколько отличается от понимания большинства. На мой взгляд, самобытность – это то, что родилось корнями, вросло в твою родную культуру, в твою родную землю. Но Роксом по себе родина, его Африка. Надо это понимать. Америка, Африка, негритянские, короче, дела. Спирич Уэлл сейчас будем оттуда копать. Мне же кажется, что когда музыканты по-настоящему, творческие люди, по-настоящему интересно, ищущие интереса какого-то, да, ищущие каких-то новых путей, вкладывают в это все. Вот то, что делает сейчас юность внутри. Электронщина, как ее называют, да, а по-хорошему электроника. Тексты, как это принято в российской музыке, глубокие, как Кобзон, он поет глубокие тексты, правда. Вот и Залетов поет глубокий текст. Вот когда все это... Кто это? Боуи, по-моему, сказал. Такую хрень я пою, если бы вы знали. И так я, в принципе, понимаю прекрасно... Бона. А, Бона, да, это Бона говорил в своем фильме. Такую чушь, и совершенно я не думаю о том, что хорошо это или плохо. Просто в музыку ложиться, и ладно. Нет, как раз-таки хорошие российские музыканты понимают, что текст имеет значение. Вот это, на мой взгляд, круто. И то, что вы не останавливаетесь замечательно. И очень вас прошу, умоляю просто, сделайте уже записи, наконец, нормальные. Я хочу вас взять в ротацию, я хочу, чтобы вы звучали на своем радио в постоянном режиме. Я не спрашиваю дату, когда ты это сделаешь, и когда вы все вместе соберете, чтобы записать нормального качества уже какие-то песни. Но, пожалуйста, сделайте же. Скажи, что ты это сделаешь. Да. Есть у меня минутка, чтобы высказаться? Минутка есть. Ну, во-первых, спасибо вам за то, что позвали. Мы слушаем, да, вашу передачу и познаем тоже новые коллективы для себя, что для нас тоже очень приятно. Вот. А по поводу того, вот, самобытность и так далее, мне кажется, ну, должны быть группы, в первую очередь, оригинальными, должны иметь свое лицо, какой-то свой мир. Вот, на самом деле, по мотивам сегодняшних похождений, сегодня был на замечательной выставке вот здесь, в Москве, великие модернисты. Там, ну, собственно, такие инсталляции на тему художников-модернистов. И просто мне пришла в голову, ну, по-моему, прекрасная мысль, что нужно просто провести аналогию с художниками. Где вы видели, чтобы люди ходили на человека, который рисует как Модельяне, где вы видели человека, который рисует как Климт, который рисует как Малевич. Умница. То есть каждый художник — это абсолютно оригинальный стиль, свое лицо, свой мир. Согласен. Но был все-таки конструктивизм, родина которого — Россия. И вот это, на мой взгляд, и есть очень ценное дополнение к тому, что ты сказал. Да. Чем закончите эфир? Уже время уходит. А закончить мы хотим на веселой ноте. Это будет песня подводная и игра моя последняя, чтобы никто ее потом... Честь, Дмитрий. Не обсуждал. ...барабанщика коллектива «Юность внутри». Всем спасибо за внимание. Прощаемся с вами на выходные. Будьте здоровы. «Юность внутри». Огромное спасибо за то, что были у нас. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова «Давайте убивать людей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова